Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! У нас сегодня абсолютно новый формат. Сегодня у нас будет распаковка адвент-календаря вместе с разбором натальной карты. Вы скажете, как? Я скажу, да, очень просто. Сегодня с нами адвент-календарь от Мэйсис. И у нас будет разбор создателя магазинов Мэйсис, который утонул на Титанике. И что самое интересное, смерти от водного транспорта в этой семье продолжаются до сих пор. Внучка создателя Мэйсис, магазинов в Америке очень популярных, можете загуглить. Там в Мэйсисе продается Кельвин Кляйн, Томми Халфигер, то есть там и одежда, и небель, и косметика. И вот их адвент-календари, которые они выпускают каждый год к Новому году. А я просто обожаю адвент-календари, истории про смерти и астрологию. Вот и познакомились. Поэтому заваривайте чай, возможно, сегодня будет выпуск немножко дольше. Не останавливайтесь в просмотре, не забывайте поставить лайк и написать, понравился ли вам этот формат, хотите ли вы дальше. Потому что у меня есть еще адвент-календарь Диор с разбором Кристиана Диора, создателя Диоровского вообще дома моды. И плюс у меня есть адвент Джорджи Армани. И как бы фишка в том, что если вы не налайкаете, не насмотрите, я их просто открою для себя, потому что я обожаю адвент-календари. Хотелось бы просто это разделить вместе с вами. Исидор Штраус. Мы сегодня посмотрим его натальную карту. Я вам расскажу про историю создания и, конечно, про его интересную и трагическую смерть. А вместе с тем распаковка адвент-календаря. Как же я обожаю. Вот это что-то, что-то связанное с детством. Знаете, не то чтобы у меня в детстве были адвент-календари в Омске, но вот как-то это создает сказку, да? Давайте не забывать, для чего мы здесь сегодня собрались. Айсидор Штраус. Значит, он родился в еврейской семье. В 1854 году эта семья эмигрировала в Соединенные Штаты. Он с началом гражданской войны попытался вступить в ряды армии США, но из-за малого возраста на войну его не взяли. Работал клерком в магазине отца и вот на замене тех сотрудников, которые ушли воевать. После окончания войны вся семья переехала в Нью-Йорк, где он с братом организовали собственный бизнес по продаже посуды и назвали этот универмаг Мэйс. Я там покупаю только подарки. Ну, там в России, потому что в России очень любят Кельвин Клайн, Томми Халфигер и вот это вот все, да? Карл Лагерфельд. И если бы я могла бы вам их отправить, я бы с удовольствием разыграла бы что-нибудь, потому что у меня куплена сумочка Майкл Корс, с которой мне как разыграть, я не знаю, вот с удовольствием. Хотите сумочку? Все очень просто. Делайте репост этого видео, пишите «хочу сумочку» и пишите вашу страну, где вы находитесь. Выберу, а у меня их на самом деле три. Новый год! Кто нам остановит? Но только, пожалуйста, если вы знаете, как отправлять из Америки в страны, например, в Россию или в Украину, то напишите мне в Инстаграме или в Телеграм-канале. Кстати, подпишитесь, чтобы мы с вами никогда-никогда-никогда-никогда не потерялись. Вот, его натальная карта. Айсидора Страуса. И распаковка адвент-календаря одновременно. Ах, ну что, как тебя, блядь, распаковывать? Нужны какие-то щипчики. Так, ну вы не судите строго, потому что я распаковщица новенькая. Значит, у нас маленький крем в Киллс в номер один. И сейчас несколько фактов о Айсидор. Солнце, луна, все находится в Адалее. Креатив, создание нового. И еще говорит о том, что мама и папа были заодно. И так как это семья эмигрантов, то есть они классно проявились в его натальной карте, как в Адалее. То есть мама и папа отбиты. Адалее полетели, поехали, поплыли через всю страну, через океан для эмиграции. Но это достаточно должны быть и мама, и папа достаточно знойно отбитые. Солнце в соединении с Нептуном. Папа, скорее всего, верующий. Достаточно такой религиозный. Луна в соединении с Сатурном. Мама достаточно такая дисциплинированная и строгая. То есть у него есть водолейская дурь для того, чтобы создать что-то новое, смелость. При этом Солнце в соединении с Нептуном. Вдохновение божественное от Нептуна. И Луна-Сатурн. Работоспособность от Сатурна. Вот так в этом человеке все сочлось для того, чтобы создать что-то легендарное после себя. Циферка номер 2. Это у нас серум-сыворотка для волос с Утробьюти. В душе не х**, что это за компания. Ну ладно. Три. Что все какие-то маленькие пюзеречки? Витамин С. Кстати, моей коже не подходит сыворотке с витамином С. У меня начинается от них высыпание. У кого так же? Стоит ли мне дальше пробовать? Или это такая реакция, которая говорит о том, что ириша не надо? Потому что у меня вот от витамина С высыпание на коже. Это у меня аллергия на витамин С в косметических или нет? Кто знает, напишите мне, пожалуйста. Циферка 4. Ну пока, честно говоря, все гов... Корни собачьи. Крем для глаз от Кадали. Знаете ли вы эту марку или нет? Кадали это французская марка, которая made in France, значит, с косточками винограда все делают продукты. Очень такие легкие, но я бы не сказала, что она супердорогая. Ни одна из моих любимых, хотя я пробовала ее. Но она такая, знаете, прям ну а-ля гареньер. Знаете, такой легкий увлажняющий гареньер. Но только в французский и со всеми выебонами. Открываем циферку 5 и дальше буду сыпать астрологическими фактиками. Ну как, не круто ли это? Если вам нравится такой формат, обязательно, обязательно мне везде напишите. И в инстаграме, и в телеграме, и под этим видео. Потому что я тогда буду снимать дальше. Или вам вообще хочется просто раскрытия календаря и не нужны вам никакие астрологические факторы. Так мне так еще проще будет. Так, Too Faced и их тушь Better Than Sex. Ну, знаете что? Я со своим Марсом в Козероге и Венерой в Скорпионе скажу. Не может быть тушь Better Than Sex. Ничего не лучше, чем хороший секс. Вот так. Так, возвращаемся к Айсидору Штраус. Значит, в 1871 году он поженился на Розалии и Де Блун. И супруги были настолько неразлучны. И угадайте, что? Они родились в один день. Она тоже водолей. И в один день умерли. Не это ли новая сказка про принца и принцессу? У них родилось семь детей. Один из которых умер в младенчестве. Ну, когда у тебя семь детей, не такая уж что большая, я думаю, печаль. Минус один. Это шутка на самом деле. Я уверена, что это большая печаль. Давайте посмотрим на ее карту. Солнце у нее водолей. То есть ей муж нужен был водолей. Она выбрала типичного водолея. Это просто какая-то прокачанная была парочка. Очень богатая. Поэтому у них было много денег. У нее луна во льве. То есть она хорошая мать, жена. Тигрица, которая защищает своих. Также у нее есть аспект Меркурии в соединении с Лептуном. Это тоже либо набожность, либо религиозность, либо вера в знаки. При этом этот Меркурий находится в рыбках. Она достаточно такая была интуитивная женщина. Ну, знаете, отхватила себе офигенного мужика. С которым действительно у них была прям связь. А откуда связь? Когда одинаковые, допустим, у тебя запрос солнца водолея, значит тебе запрос на мужа с водолейскими качествами. Если у вас солнышко в тельце, значит у вас запрос на мужика с тельцовскими качествами. А тельцовские качества, к сожалению, включаются и негативные качества от тельца, такие как лень, безинициативность, но при этом включают такие качества, как созидание, красота, уют, забота. И вот чем вы быстрее перестанете себе пи***ть, приняете свои запросы, то тогда вы и нормально выберете мужика. Вот как Айсидора. Она выбрала по солнцу водолея мужика типичного водолея. Ну, разве не красотка? И была с ним счастлива всю жизнь. Родили много деток, стали богатыми, ну и умерли в один день. Не знаю, есть ли у вас такая задача и цель. А мы пока продолжаем открывать адвент-календарь. Что касается по поводу запроса на мужика в вашей натальной карте. Ваш запрос на мужика в натальной карте очень связан с вашим папой. И если у вас с папой вопросики, то и с мужчинами, и с личной жизнью будут вопросики. И это не про то, что нужно отрицать папу или как-то на него ругаться. Это нужно разобраться. Поэтому, если вы еще не смотрели бесплатный курс, просто космический астролог не зря называется космическим, потому что этот курс, который уже поставит ваши шарики на место в голове. Поэтому обязательно под этим видео посмотрите бесплатный курс космический астролог. Просто лучший бесплатный курс ever. Так, поехали. Мы достали в циферке 6 эмульсию для тела, которую хватит на полую жопе. Циферка 7. Ну, а что вы хотели? Магазин Мэйсис создал еврейский мальчик, поэтому у нас очень какие-то стремные подарки. О, сказала я про стремные подарки. И что-то тут. Каролина Эрера. Good girl. Very good girl. Вау, духи. Смотрите. Кстати, по поводу духов. Мой любимый аромат Tom Ford Lost Cherry. Недавно... Ммм, вкусненько. Вкусно пахнет, правда. Недавно была в гостях у подруги Таты, и у нее попробовала Kiehl's аромат, который что-то напоминает какой-то Беллини коктейль. То ли мне нравится бухло, хотя я не люблю коктейль. Вот. То ли действительно... Кстати, вкусненький аромат я прям могу пользоваться им. Он, знаете, сладенько-персиковый. Он, кстати, напоминает Беллини от Kiehl's. Вот этого, который мне у Таты понравился. Первое то, что мне понравилось, потому что это все дерьмище. Но в этом и прикол адвен календаря. Куча маленького дерьмища, но такой увлекательный процесс открытия. Циферка 8. Знаю я это, что это. Это увлажнитель... увлажнитель... увлажняющий крем от Clinique. Очень классно брать с собой в путешествие. Знаете, как говорит морду лица увлажнить. Ничего он особого не делает, кроме как увлажняет. Увлажняет реально хорошо. Это тоже мне понравилось. Возвращаемся к нашей истории. Итак, в апреле 1912 года Ида и Сидор Штраусы путешествовали из Германии в США, решив пересечь океан в суперсовременном лайнере «Титаник». Значит, 14 апреля всем известный «Титаник» налетел на айсберг и стал постепенно тонуть. Один из офицеров корабля предложил Чите Штраус вдвоем сесть в шлюпку. Внимание! Это мне тоже Тата рассказывала, и у моей прекрасной подруги вышел офигенный фильм про это. Тут история такая. Эти двое решили не спасаться. Потому что первый класс, это богачи, их прямо могли садить в шлюпку. Потом другие классы их спасали намного меньше. И там вот самые бедные, они практически все и утонули. Поэтому зарабатывайте деньги для того, чтобы плыть, если что, даже на «Титанике» первым классом. У вас больше шансов спастись. Почему он решил не спасаться? Ну, во-первых, водолей и водолейское поведение, как вы понимаете, непрогнозируемое. Плюс в соединении с Нептуном это вера в бога, вера в случай, а луна в соединении с Сатурном это чувство вины. Так вот, чувак охрененный, умный, прогрессивный не спасся из-за чувства вины. А что касается супруги, он пытался ее усадить в шлюпку, но она заявила, «Я мужа не оставлю, были всегда вместе, вместе и умрем». Вместе себя штраусы посадили в шлюпку свою горничную. Как бы поступили вы? Ну, вам говорят, вы молодцы, садитесь в шлюпку, мы вас спасем. Вы такие, чисто водолейское решение. Он такой, «Не, я не пойду». А у нас циферка 9 и бальзам проколлаген от Элемис, вот такая вот фитюлька, тоже намазать один раз лицо, смыть, смыть этим бальзамом макияж. Кстати, если вы не знали, то этот бальзам наносится, он должен немножко растворить вашу все косметику, SPF и все, и потом только умываться, и потом мылить гелем, ну, каким-нибудь другой умывалкой. Поэтому бальзам, который растворяет все косметику, SPF, ну, он классный, как бы, да, но что это? Ну, жене говоришь, «Спасайся». Она такая, «Не, не буду». Ну, и я бы на месте, я, конечно, не хочу оказаться на их месте, на месте и него сказала, ну, нет, ну, как бы, пойду тогда, спасусь, раз жена тут выкобенивается. Ну, нет, он такой, ну, ладно, значит, вместе помрем. десятый номер и подводка. Вот, кстати, я не люблю вот такую подводку. Я люблю, чтобы была кисточка, а не вот этот вот конус. Кто любит конусом? Не знаю, может быть, мне надо научиться уже этим конусом глаза подводить, потому что я подводкой пользуюсь. Но для видео точно. В жизни я вообще ничем не крашусь. Я просто люблю косметику, но не крашусь ей. Так, 10, поехали. Циферка 11. Ну и логично же, что ты садишься за женой, просто как бы потому, что ну какого, какого хрена? Ну ладно, я идиот, но как бы она-то что не спасается? В общем, ну тоже сыворотка какая-то. Сыворотка от Сандэй Ралли. Вроде как это какой-то дорогой бренд. Что, пустая сыворотка? О, молодцы. Ну что, и как тебе открывать дорогой бренд? Наёбка. Так, в 12, в 11 номере была наёбка. Как? Ну всё, не это. О! Сквертанул, подождите. Так, а что это? А, это сыворотка с молочной кислотой. Ну да, он кислотой пахнет. Пахнет химозой. Типа очищает и эксфолиирует кожу. Чёрные точки стирает. Слушайте, может быть, хорошая сыворотка, надо попробовать. Вот я больше люблю уходовую косметику, чем декоративную, потому что крашусь я мало, а мажусь я больше. Так, циферка 12. Ну, в общем, вот напишите в комментариях, вы бы сели, вы бы поменяли решение, если бы накануне не только ваша жизнь стояла, но и жизнь вашей жены, которая, между тем, родила тебе 7 детей. Я бы, мне кажется, поменяла свои решения. Вот самое тупое, что может быть, это праймер. Праймер, пожалуйста, вот кому надо, приходите, забирайте, я вам его отдам. Самое тупое, что может быть в адвент-календарях, это праймер. Так, 12. Так, 13. Опачки, вот эту фирму я знаю. Питер Томас Рот. Значит, пилинг, пилинговый гель тоже очищает. мы что, мы это все наносим на сухую кожу, массажируем и смываем. Ну, какой-то небольшой пилинг. Вообще, я очень переживаю и боюсь всегда от пилингов, один раз у косметолога, еще когда я жила в Челябинске, мне как, блядь, налили какую-то химию на лицо, я как охуела от боли. Я не очень люблю боль, хотя по мне вроде как так, да, не скажешь, но вот надо попробовать. Ладно, попробуем. 14. Если вы думаете, что у меня охуенные истории про эту семейку закончились, нет, смотрите это видео до конца. Ну, тем более, что интересно же, что у нас будет дальше. Смотрите, какой большой наеб. Смотрите, как сделана баночка. То есть, баночка широкая, а средство вот столько. Видите? Видите наеб. И я вижу. Так, что это? Это крем Аквабомба, который увлажняет на 70%. Ну, крем Аквабомба вкусно пахнет, 10 миллилитров. Ну вот, крем. Кто-нибудь пробовал, кто-нибудь знает эту марку? Я не знаю. Номер 15. Большой номер какой-то. Но большой, это не означает хороший. Ну вот, я про это вам и сказала. Что это? Мыло? А, нет. Это еще хуже. Это шампунь и кондиционер. Ну, как с одной стороны хуже, с другой стороны и нет. Потому что взять с собой в поездочку самое оно. Хотя, честно, ну, кто берет с собой в поездочку шампунь? Ну, шампунь же дают в отелях. Причем, короче, это дерьми собачьи. Они номер 15. У нас еще 16 есть. Тоже какой-то дерьми собачьи. Так. Клейм Голд Маск. Патч. Ну, два патча. Календула. Кстати, мне кажется, как-то патчи ушли из моды. Или вы еще пользуетесь патчами? Я уже 100 лет патчи не покупаю. Ну, просто намазываешь крем под глаза и все. А вы покупаете патчи? Как-то было какое-то время очень модно ими пользоваться. Все в Инстаграм выходили в этих патчах. А сейчас как-то все. Ну, куда его? Даже в хорошее или в плохое? Ну, пусть будет у себя. Что же, у нас в 17-м? А Тарт что-то там для губ. Бальзам для губ. О, вкусно пахнет конфетками. Это вот такая вот бальзам для губ. Ну, если бы я им пользовалась, то, наверное, это было бы хорошо, но так как я не пользуюсь, блех. У меня такой липкий, блех. Но вкусно пахнет. Надо отдать должное, пахнет роскошью. Пахнет роскошью. Она О, вот это классно. Вот это классно. Правда, конечно. А чего вы-то еще меньше вы не положили, блех. Так, я извиняюсь, будет, наверное, не очень красиво, но это мучение и роскошь адвент календарей. Маленький крем от Estee Lauder для глаз. Вот куда лучше, чем патчи. Даже маленький и то классный. 19-й. Тоже какая-то микро-пи***нка. В микро-окошке микро-крем. А что вы хотели? В микро-окошке гигантский крем. Так. Это увлажняющий крем тоже размером с мой ноготочек. Вот что увлажнить можно им? Им можно увлажнить лицо. Ну, наверное, тоже в поездку. Так как поездки у меня происходит достаточно часто. Пусть будет в поездку. 19-й, 20-й. Подождите. И подходим уже к концу. Их 20-й. 25 номеров. И я вам потом расскажу про офигенные тоже выход. Маска тканевая с кактусом. Ну, пусть будет сюда. Ладно. А то хорошего ничего нет. Так. 21. О, тоже какая-то поездка. Так. Золотой шарик. Бомбочка для ванн золотая с лавандой. Ну, это тоже идет в раздел поездки. Но веселая поездка. Классная поездка. 22-й. Отланком. Сывороточка. Концентрат молодости. Но не слишком много, чтобы вы не сильно стали молодыми. Все, идем к финишному концу. И я вам еще расскажу. 23. Что это? Мейкап ремувер. Смывашка в виде салфеток. Знаете, как салфетки для гигиены, только не для того места, а для лица. 23, 24. Это бонусная карта. Почему написано? Бонус лифткарт написано. А там на самом деле Том Форд пробничек духов омбре ледер. Ну-ка, давайте. Лена, вдруг он невкусный. А он невкусный. А деколон Том Форд омбре левер пахнет кирзаками. Эх. Ну и все. И последний номер, ради чего все это создается, ради чего мы тут собрались. Это номер 25. Он такой, видите, большой. и мы открываем, а тут от бренда Origins что-то с грибами. Ну, естественно, в Калифорнии с грибами. Мы же тут все сидим на этих грибах. Так, что это? Что это такое? Это лосьон для тел. Ну, спасибо, что не 5 мг. Origins, вообще-то, это достаточно дорогая марка. Пахнет детским кремом. Эх! А он что, жидкий? А куда мне этим жидким лосьоном? А это для лица лосьон, да? Я думала, для тела. Так, что это? Написано, хорошо перемешать, нанести на ватный тампон и протеряться и с утра, и с вечера. Ну, ладно. Какой-то увлажняющий мега машерум релиф какой-то лосьон. Ну, судя по всему, раз он был в последнем. Он так классно сочетается с моим аутфитом. Вот получается то, что мне понравилось, как обычно в адвенте. Вот всякая, всякая ненужная для меня п***. Были бы вы здесь, я бы ее вам отдала и подарила. Напоследок я вас ошарашу интереснейшим фактом. Правнучка Айсидоры и Иды Штраус Венди Вейл была замужем за основателем компании, который организовал путешествие к месту крушения Титаника и в Батискафе Титан про это говорили в 2023 году много что, что 18 июня вот этим летом Батискаф Титан с какими-то богачами ушел на дно и не вернулся. То есть он тоже погиб на том же месте у правнучки Айсидоры и Иды. То есть она вышла замуж, муж поехал на Батискафе и утонул. И если вы считаете, что в вашей семье вы не повторяете какие-то истории, вы не повторяете те же самые ситуации, то либо вы тупая или тупой, который не видит этого сходства, ну либо у меня для вас плохие новости. Но с помощью астрологии, если бы внучка, правнучка Айсидоры Иды была у меня, я бы ей рассказала, как эти аспекты скомпенсировать для того, чтобы не повторять судьбу прабабушки и прадедушки. Ну как вам выпуск? Напишите мне в комментариях, как вам выпуск? Что вы хотите? Хотите в Идиор? Не хотите в Идиор разбор? Что вы хотите? Может быть, без астрологии, чтобы не отвлекаться? Или наоборот, вам классно, что это отвлечение и тут же косметоз, и тут же мы болтаем? Новый формат всегда очень страшно тестировать, потому что скажете г*** собачий, очень я этого боюсь, честно говоря. Ну если вы скажете, значит снимать не буду. Ну что теперь? Ну это просто мне очень сильно нравится астрология и адвент календари. И мне захотелось с вами этим поделиться. Если вам тоже понравилось, лайк, комментарий, отправка друзьям, все, что вам нужно. Ну и конечно подписаться на канал. Все, я вас люблю, пока-пока.